К середине недели синоптики обещают потепление. На водоемах Солигорщины образуется лед, но его толщина пока около 2 сантиметров. Спасатели предупреждают рыбаков не выходить на тонкий лед, иначе такая инициатива может обернуться трагедией. Можно выходить, чтобы лед был не меньше 7 сантиметров толщина льда. Тогда лед будет более безопасен. Как проверить лед? Это подойти к берегу, к кромке льда. Взять можно с собой, как рыбаки берут, пешню или какой-нибудь металлический предмет. Попробовать его пробить. Если лед пробивается, значит он тонкий, выход на него также опасен. Распознать лед можно по цвету льда. Если голубоватый цвет, то он будет более прочный. Если более серым оттенком, с белизной такой серый, то он тонкий лед, и выход на него опасен. Основная опасность зимней рыбалки – это риск провалиться под лед. Поэтому к перемещениям по нему нужно относиться с предельной осторожностью. Также следует отказаться от употребления алкоголя, что зачастую становится причиной несчастных случаев со смертельным исходом. На данный момент, по статистике, в области два человека утонувших. Произошло это буквально 27 ноября в Дежинском районе. Трое рыбаков вышли на лед. Лед был очень тонкий. Двое провалились под лед. Третий человек их спасал и тоже погиб, но он не утонул. Не знаю, может, сердечный приступ, но обнаружили его на льду работники МЧС. В нашем районе пока, слава богу, утонувших нет. По статистике, в прошлом году утонуло за год пять человек, в этом году уже три. Хочется обратиться к жителям нашего города и района, и также к приезжим, что соблюдали меры безопасности на льду, не употребляли алкоголь, брали с собой какие-то спа-средства, жилеты, веревку, пешню.